Приводящие мышцы бедра. Держим ножки вместе, держим ножки вместе. Хорошо. Я иду по одной стороне. Воздушно-поясничная мышца. Держим, держим. Ножкой вверх. Хорошо. Сделали вдох, задержали дыхание. Удерживаем ножки вместе. Хорошо. Отдышались. Вдох-выдох. Вдох. Держим, вдох. Давим ножкой вверх. Хорошо. Дышим свободно, спокойно. Теперь сжали зубы. Сжали зубы. Удерживаем зубки вместе и ножки тоже. Держим. Хорошо. Сжимаем зубы. Продолжаем сжимать зубы. Ножку отдайте мне. Держите так ножку. Теперь ногой вверх. Ногой вверх. Опа. Сжимали зубы? Хорошо. Сжимаем зубы. Держите. Ногой вверх. Хорошо. Зубы сжимаем зубы. Держите ножку. Ногой вверх. Не держим. Откройте рот. Не надо так сильно. Не надо так сильно. Просто чуть-чуть приоткройте рот. Чуть-чуть приоткройте рот. Держим. Ногой вверх. Ногой вверх. Хорошо. Теперь рот чуть-чуть приоткрыт и сместите его только в нижнюю челюсть. Сместите в левую сторону. Хорошо. В левую сторону. Держим. Держим. Ножкой вверх. Теперь сместите челюсть в правую сторону. Держим. Ножкой вверх. Хорошо. Теперь дайте мне палочки. Дайте мне, пожалуйста, вот так. И зажмите. Зажмите. Сжимаем теперь. Сжимаем теперь. Держим ножку. Ножкой вверх. Хорошо. Забираем палочки. В руку палочки вам. Держим. Ножкой. Сжимаем зубы. Ножкой вверх. И ножкой вверх. Всем понятно, что я делал? Да? Все понятно. Вот она глубинная цепь. Дальше. Но это то, что мы, в принципе, рассматривали на прошлом семинаре. Как влияет ВНЧС на глубинную цепь. То есть у нас получается так, что есть нарушение прикуса. И при этом получается, вот если челюсть должна садиться таким образом, то она идет вот таким вот образом. С этой стороны, с левой стороны идет перегруз. Когда я сюда ставлю палочки, я выравниваю прикус. И восстанавливается цепь. Причем, смотрите, когда он сжимает зубы, приводящие мышцы работают, а выключается подвздошно-поясничная мышца. То есть не на всю цепь это влияет. Потому что мы вчера смотрели одну очень красивую девочку, которая выдавала нам на нарушение прикуса, нарушение передней цепи здесь, здесь латеральной, глубинной и задней цепи здесь. При этом были связочные нарушения. Здесь связочные, здесь связочные, тут мышечные и так далее. Но все включалось, когда мы ставили вот сюда палочки. Насколько это важно. В данном случае у нас не связочные нарушения, а нарушения вот там. Допустим, у нас связочные нарушения. Как нам провоцировать? Значит, если мы идем по теме семинара. У нас первый элемент снизу – это медиальные коллатеральные связки голеностопного сустава. Или это дельтовидная связка. Так называемая дельтовидная связка. Мы ее провоцируем так же, как и латеральные коллатеральные связки. То есть мы берем внутреннюю лодыжку, находим, и делаем полумесяц вот такой вот под лодыжкой. И делаем тест. Только этот тест у нас будет… Давайте я буду с этой стороны показывать, чтобы не спиной. Вот. Нашли лодыжку, сделали полумесяц. И тестируем. Тестируем и эту, и эту мышцу. Дальше. Медиальные коллатеральные связки коленного сустава. Как мы провоцируем? Либо таким образом, либо таким образом. С этим проблем нет. Это аналогично латеральным связкам. Теперь. Дайте мне немножко колено увидеть. Теперь. Крестовидные связки. Ой. Как неудобно получилось. Передняя крестовидная связка. Передняя крестовидная связка удерживает голень от смещения вперед. В случае ее травмы – симптом переднего выдвижного ящика. Поэтому для того, чтобы на нее нагрузить, нам нужно сделать смещение голени вперед. Вот таким вот образом. Так как проверяется передний выдвижной ящик. Спровоцировали. И тестируем. Понятно? Есть такое дело. Теперь. Медиальный мениск. Находим щель коленного сустава. Вот здесь вот ямочка. Низ, нижняя граница этой ямочки – это медиальный мысчелок большеберцовой кости. Над ним находится этот мениск. Ставим сюда вот так вот пальчик и выполняем вот такую вот провокацию. И после этого снова тестируем. Связки тазобедренного сустава. В проекции тазобедренного сустава ставим так руки и делаем вот так. То есть все самое сложное мы уже прошли на этом семинаре. И снова тест. Желательно. Вы видите, если бы я тестировал сейчас только приводящие, я бы не получил результат. Так как я тестировал обе мышцы, я нашел проблему. И связки купола плевры с противоположной стороны. Какие особенности в этой цепи? Здесь аналогичный полумесяц. Здесь аналогично внутренние коллатеральные связки. Дальше. То, чего раньше не было. Передний выдвижной ящик. Внутренний мениск. Мениск и связки тазобедренного сустава. Все. Дальше все то же самое. Нашли связку, ее пролечили. Но есть нюансы. Передняя крестовидная связка и внутренний мениск лечатся непрямым способом. Прямым способом нельзя лечить. Чаще всего ассоциированные пары мы находим на контрлатеральном коленном суставе. Но. Это может быть и локтевой сустав. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ООПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ООПК все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста.